Километры грязи и улыбок. Ежегодный медовый забег на озере Чебачи в Башкирии в эти выходные стал по-настоящему трейловым. Каменистый грунт, мягкая земля, грязевые ванны, но эти декорации лишь придавали сил. 300 участников дистанции, взрослые и дети справились с трассой и на финише традиционно получили баночку меда. Когда бегуны грязи не боятся, узнавала Елена Ткач. «Беги, Форест, беги» – фраза из культового фильма идеально характеризует подход к жизни участницы медового забега Алсу Базигитовой. «Если есть возможность что-то сделать, делай. И делай это хорошо». Восемь лет назад пенсионерка из Баймака решила, что ей надо бежать и побежала. Лес, горы, автомобильная трасса – уже несколько лет она постоянная участница известных марафонов. Но вот трейловый забег в ее спортивном досье пока второй. «У меня дурной характер. Я так говорю. Я снимаю кроссовки, оставляю. И я бегу босиком. Босиком. И вот сегодня тоже вот одела. Носки, наверное, может сниму, может нет, но я буду бегать босиком. Потому что этот рейл, который проходил в Мелиузе, я тоже по горам, по лесам, по челегам, там вообще дороги нету. Это смогла». Алсу и здесь смогла. Хотя медовый забег на озере Чебачье, пожалуй, впервые за 24 года своего существования, похож по-настоящему на трейловый. «Вся трасса залита водой. И вот как красиво мы выглядим сейчас. Еще красивее будем выглядеть после. Не бояться. Вся трасса промерена. Брать правой стороны и получать огромное удовольствие». Взрослые и дети на дистанциях 10 и 2,7 километров соответственно. В этом году медовый забег собрал около 300 участников. «В первую очередь это место, где это происходит. Второе – это люди, которые здесь собираются. И третье – организаторы. Это Игорь Иванович Блоняев, Владимир Иванович Дремов. Они пригласили. Я с удовольствием, конечно же, принимаю в этом трейле участие. И это на самом деле очень классно, душевно и очень красиво». И к тому же это еще и вкусно. Традиционные участники забега на финише получают порцию ароматного меда. «Внутренняя гармония нам позволяет обеспечить здоровье наше. И мед – одно из ключевых составляющих. Мы уверены, что внедрение меда в регулярное потребление увеличит здоровье нации». «Все мы по-своему проходим свой марафон, который называется «Жизнь». Но добавить в копилку достижений преодоления беговой дистанции в 10 километров все же стоит. И озеро Чебачье, а именно медовый трейл, ежегодно ждет своих героев. А впереди уже не за горами и более масштабные спортивные мероприятия, которые ждут в этом году наш город. «Азия-Европа» пройдет в этом году 15 сентября. Опять же, Сергей Николаевич Берников полностью поддерживает этот забег. И я думаю, что он будет просто феноменальным, классным, здоровым. Мы планируем более 5000 участников. Елена Ткач, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.